С юбилеем ДГТУ! Университет масштабно отпраздновал свой 85-й день рождения. Гостей праздника юбиляр начал принимать еще с обеда. На всей территории вуза работали различные развлекательные площадки. У главного корпуса ДГТУ раскинулась так называемая историческая зона. Здесь гостей организаторы вернули в прошлое. Конечно, университет – это часть целой страны, то мы решили по десятилетиям достижения страны связать с достижениями университета. Как и полагается имениннику, целый день ДГТУ принимает поздравления. Я желаю процветания, счастья, здоровья ректору, и чтобы больше людей приходили учиться сюда. Побольше качественных выпускников, которые, ну правда, принесут пользу. На площадках представлены и научные разработки тех, кто пока только планирует стать студентами ДГТУ. Была конференция, на которой школьники со всех регионов нашей страны представляли свои инновационные проекты. Нам выпала почетная честь представлять нашу область, наш южный федеральный регион перед президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином. Для любителей интерактивных игр отдельная площадка. Сеть блинных вкуснолюбов порадовала друзей ДГТУ мастер-классом. Хочешь вкусный блин – приготовь его сам. Нам очень нравятся наши праздники. Мы недавно только пришли, здесь очень весело, очень много людей, очень много разных выставок, есть на что посмотреть, с чем сфотографироваться. В общем, очень рады, что мы сюда попали. Масштабная выставка техники. Здесь и рабочие машины пожарно-спасательного отряда Донской ДГТУ, и гоночные автомобили университетского автоклуба, и сельскохозяйственная техника, привезенная заводом «Россельмаш» на праздник ДГТУ. Для тех, кто выбирает здоровый образ жизни, площадки спортивные. Оригинальное боевое искусство – капоэйра. Игра для аристократов – гольф. Силовая тренировка модного сегодня направления – кроссфит. Мы рассказываем, показываем технику правильного выполнения упражнений со штангой, с гирями, и так со своим весом. Железо – это не вредно, если правильно подходить к тренировкам, оно сделает человека красивым, здоровым. Конно-спортивный клуб ДГТУ «Ход конем» привез своих питомцев на юбилей вуза. Мне больше всего понравились тракторы. Фотка с Юлием Цезарем, вон он проходит. Еще я в шине трактора сидел, на лошадях катался. Я желаю этому университету в его день рождения, чтобы он модернизировался. На сцене у главного корпуса университета праздничный концерт. Лучшие коллективы вуза развлекают пришедших гостей, срывая шквал аплодисментов. В свой день рождения университет не только принимает подарки, но и дарит их своим гостям. 50 призов было разыграно в праздничной лотерее. В самый разгар праздника на сцене появляется Алексей Свистунов, главный редактор книги рекордов России. Сегодня, в день рождения вуза, он подтверждает факт установления еще одного рекорда ДГТУ. Наши часы действительно являются самыми большими механическими часами в своей категории. Вы рекордсмены, можно сказать, не просто трижды, а четырежды, исходя из количества достижений, установленных в эти сроки. Я должен сказать, что за 26 лет мне такое увидеть не приходилось, если брать учебные имена, заведения. Это рекорд рекордов, безусловно. Поздравить наш университет приехали и звезды российской эстрады, рэп-исполнитель Батишта и диджей-групп. Публика восторженно встречала артистов. Просто замечательно! Все нравится! Я поздравляю ДГТУ! Очень супер! У нас лучший ректор ДГТУ! Бессорьон Мескин! Завершился праздничный день красочным салютом. Под звуки гимна ДГТУ торжественные залпы фейерверка осветили площадь Гагарина. Донской наш университет! Донскому государственному техническому университету 85. И это только начало. Донскому государственному техническому университету 85. Донскому государственному техническому университету 99. Донскому государственному техническому университету 85. Продолжение следует...